Добрый день! Я хотел бы вам представить Worldwide Certificate Education Library Международную научно-образовательную библиотеку Коротко она называется сайт И поговорить немножко о возможностях построения периодических изданий на огромную аудиторию при помощи этого проекта Что такое Worldwide Certificate Education Library? Это не просто библиотека Это комплексная система, которая в своей среде объединяет полнофункциональную систему электронного обучения которая включает и дистанционное обучение систему поддержки учебного процесса что очень полезно для наших преподавателей Learning Content Management System система разработки дистанционных курсов введения журналов, разнообразных отчетов и оценивания знаний полученных в результате изучения Наш learning проект идет параллельно с нашей научной социальной сетью Конечно, она не очень большая, но потихоньку она развивается В нашей научной социальной сети ученые могут создавать свои научные профили Мы помогаем им организовать работу над научными исследованиями находить людей, которые делают похожие исследования и коллаборироваться вместе Ну и как результат мы предлагаем систему управления их научными публикациями Ну и как вы понимаете, что научная среда и академическая не может функционировать без фондов Этими фондами у нас выступает электронная библиотека передачи изданий, как раз по которой я и хотел сегодня более детально рассказать В общем, Worldwide Certificate and Education Library это унифицированная система, которая объединяет учеников, студентов, преподавателей, учителей и ученых со всего мира Нашими пользователями являются люди со 115 стран, которые говорят на 43 языках Ну и сегодня я хотел более детально поговорить о возможностях размещения научных периодических изданий в нашей системе и о том, какая польза может быть от нашего с вами сотрудничества Принцип работы Worldwide Certificate and Education Library основывается на том, что пользователи через поисковые системы или напрямую через их профили попадают в нашу базу данных реперативную и что интересно, что сайл не содержит самих материалов статей или материалов публикаций мы собираем только библиографическое описание и это библиографическое описание используем для построения такой как бы сети статей Поэтому, когда пользователь заинтересуется каким-то материалом мы с радостью его перенаправляем на веб-сайт журнала или периодического издания Таким образом, мы соблюдаем все авторские права но и с другой стороны, я считаю, вообще это неправильно планировать электронные издания, распространяя их в разных электронных библиотеках тем самым пользователь, конечный, когда он читает журнал он может прийти на эту статью несколько раз поэтому, я считаю, здесь нет смысла потому что на сегодняшний день нет разницы, в каком месте интернета расположены ресурсы или это Австралия, либо это Бразилия, либо это Мексика любая информация может быть доступна за микросекунды Ну, максимум миллисекунд, но не более Здесь представлен внешний вид нашего поискового интерфейса В процессе разработки навигации по нашим библиотечным фондам мы навигации уделили довольно-таки много времени потому что любые библиотечные фонды зависят от того, как пользователь сможет быстро найти необходимую для него информацию поэтому, проведя некоторые научные исследования мы попытались уменьшить, как бы сделать интерфейс навигации более простым но тем самым сохранить ее универсальность поэтому мы предлагаем поиск материалов по дате, названию, стране, языкам или научным направлениям Каждое периодическое издание состоит из научных статей и как раз научные статьи являются результатами выполнения каких-то научных исследований Поэтому статья является основным информационным ресурсом и является основным элементом любой библиотеки Наши поисковые машины находят статьи Каждый день мы сканируем тысячи и тысячи ссылок, даже можно сказать миллион В найденных материалах статей мы выделяем ключевые слова и по выделенным ключевым словам мы строим многопараметрические зависимости между этими статьями где используются и язык, и автор, и ключевые слова, как он сказал Тем не менее, мы стараемся построить такую как бы сеть сеть из статей, связанных многопараметрическими зависимостями После этого, когда пользователь интересуется каким-то материалом или каким-то научным исследованием с легкостью он попадает на связанные статьи и дальше работает с ними Пользователю эта информация доводится в виде size suggestions или рекомендуемой литературы, которая связана с данной статьей и таким образом пользователи попадают к нам Каким образом пополняются ресурсы нашей библиотеки? Как уже рассказывал представитель из Национальной библиотеки Украины очень важное место является мета-данка Поэтому наши поисковые роботы используют мета-данки или структурированные данные В мире существует, кстати, довольно-таки много всевозможных форматов представления мета-данок и структурированных данных Поэтому зачастую наши поисковые машины сами находят самые последние периодические издания обрабатывают их и добавляют на мета-данки Также хотелось бы отметить, что это является наиболее простым способом Потому что периодическому изданию практически ничего не надо делать Все делается автоматически Поисковые машины сами заходят по ссылкам на ваши периодические издания По специальным маскам и фильтрам ищут мета-данные И эти мета-данные используют для построения поисковых запросов и добавления в дальнейшем базу данных библиографических ссылок Вторым вариантом является загрузка данных по номере периодического издания на прямую в нашу библиотеку Этот путь является более долгим, потому что требует усилия от издателей периодических изданий Ну и третий Как и в любой наукометрической базе данных мы предоставляем возможность напрямую периодическим изданиям публиковать статью за статьей путем заполнения ряда формача Ну, это самый трудоемкий процесс, на этапе которого делаются очень много ошибок Поэтому, с моей точки зрения, первые два являются автоматами Но с точки зрения журналов, я думаю, что первые будут бесспорно выигрыши Что такое мета-данные и почему их надо использовать? Дело в том, что если теоретическое издание имеет свой сайт и там размещает свои публикации даже если они не являются в открытом виде это надо делать, потому что по библиографическим данным мы можем построить картину и дальше это использовать для расчета индексов цитирования и других наукометрических показателей Мета-данные это такие идентификаторы в коде веб-сайта которые позволяют поисковому механизму понять, какая информация представлена и как ее использовать Наиболее распространенным форматом мета-данные для веб-сайта является дублинская инициатива И здесь я тоже хотел бы вам посоветовать если издание планирует разрабатывать свой собственный веб-сайт будьте внимательны с этим, потому что мы сейчас как раз живем в то время когда форматы мета-данные очень сложно развиваются 3 года назад Google использующий, ну как и все поисковые системы использующий схему имел порядка 500 идентификаторов за 3 года количество идентификаторов увеличилось в 4 раза поэтому разрабатывая свой веб-сайт вы должны понимать, что раз в год вам необходимо будет обновлять программное обеспечение в соответствии с новыми форматами на мета-данные ну это все тоже зависит от стандартов, но такая традиция есть поэтому я вам посоветовал использовать одно из многочисленных бесплатных программных обеспечений, которые делают всю работу за вас все, что вам надо, раз в год обновлять программное обеспечение в том и новой версии и вы можете быть уверены, что ваши материалы попадут к нам и в Google Scholar и все другие поисковые механизмы Немножко о цифрах На сегодняшний день в нашей библиографической базе данных содержится 4,5 тысячи журналов, которые включают примерно 64 тысячи номеров и составляют 713 тысяч статей Наши журналы представлены из 72 стран ну и используют 47 разных национальных языков ну и как вы видите по статистике 62% публикаций идут на английском языке ну а дальше национальные языки Как представлена Украина нашим проектом? 293 журнала на сегодняшний день используются в нашей библиографической базе данных это примерно 3 тысячи миллионов журналов или 66 тысяч публикаций на вот таких вот языках это украинский, английский, русский и польский как-то странно ну и украинская наука, представленная у нас, покрывает основные направления наручных исследований Каждое периодическое издание в нашей системе имеет свой уникальный идентификат и соответственно собственную интернет страничку и некоторую навигационную систему внутри их материалов в общем, навигация внутри периодического издания производится по номерам периодического издания по статьям, по авторам согласитесь, очень полезно просматривая статьи, какую-то интересную статью просто кликнуть на фамилию автора и получить все его публикации, которые есть в нашей базе данных организации, которые представляют авторы перейдя по ссылке, можно посмотреть с какой организацией автор и просмотреть все статьи всех авторов, которые находятся с этой организацией ну и контакты контактная информация журнала как минимум это ссылка это электронное издательство ну а если вы сотрудничаете с нами вы можете заполнять абсолютно любую информацию о себе так же как и о себе это редколение журнала всевозможная реклама довольно таки обширный вид информации может быть представлен здесь ну и для вас, для периодических изданий мы рассчитываем основные характеристики издания оцениваем статистику пользования вашими ресурсами ну и еще хотелось бы сказать, что все эти элементы каждого периодического издания связаны глубокими социальными связями у нас и чаты у нас и обсуждения статей обсуждения периодических изданий связывания с автором это довольно интересно когда вы находите статью и можете прямо здесь под этой статьей написать письмо автора хотелось бы немножко остановиться на характеристиках периодического издания поскольку мы имеем базу данных которые мы сами сделали и верифицировали в течение примерно двух-трех месяцев после того, как периодическое издание публикует на своем веб-сайте какую-то новую статью проходит примерно месяц пока мы выставляем эту статью в тестовый доступ и наши же пользователи ее отфильтровывают и в том случае, если она является плохой эта статья даже может быть исключена из перечня статьи ну и основными характеристиками которые мы можем для вас рассчитать это отчет по языкам научных статей отчеты по авторам отчеты по частям периодических изданий ну и конечно отчеты показывающие интенсивность публикации периодического издания по хатам, по номерам и тенденции по статьям кроме того поскольку мы совмещаем социальную базу данных а также пиленную платформу мы можем точно построить портрет ваших читателей мы предлагаем оценку мы предлагаем вам оценку возраста читателей местоположение язык ваших читателей по географическому признаку кроме того вся статистическая информация по количеству переходов на ваши ресурсы с нашего количество просмотров ваших библиографических информаций а также рейтинги статей рейтинги авторов все это есть у нас в обзоре статистической информации ну и хотелось бы отметить основные преимущества сотрудничества с нами для периодических изданий первое это распространение ресурсов на международную аудиторию увеличение количества пользователей ваших сайтов рекламирование вашего периодического издания приведение новых авторов оценивание характеристики издания и сбор статистической информации про ваших читателей распространение ресурсов на международную аудиторию приведет к увеличению читателей ваших журналов и увеличению рейтинга ваших журналов ну а в таких маленьких статистических цифрах это приведет к увеличению кликов по вашему сайту ну и в конце хотелось бы добавить что все ресурсы Worldwide Centipic and Education library являются полностью бесплатными как и для обычных пользователей читателей преподавателей студентов учеников так и для периодических изданий кроме того мы открыты для сотрудничества мы рады будем сотрудничать BootSkin это и периодические издания и целые издательства и научные институты Bootstops ну и в конце хотелось бы сказать давайте развивать нашу работу вместе спасибо за внимание